Дело Лебедя весьма необычно. Со своего первого преступления в 2012 году и до задержания в 2017 году маньяк пять раз попадал в руки полиции, и каждый раз его отпускали. По результатам служебного расследования несколько десятков сотрудников правоохранительных органов получили служебные взыскания, а два следователя пошли под суд. Как опасный преступник умудрялся пять лет лишать жизни девушек и водить за нос полицию, избегая наказание. Близкие часто называли Дмитрия Лебедя Винни-Пухом за доброту, мягкость и спокойствие. Его друзья, знакомые и две гражданские жены долго не хотели верить в то, что он оказался жестоким серийным маньяком. Женщина, которой Лебедь дарил золотые украшения жертв и сейчас считает, что Дмитрия оболгали. Невысокий, пухлый мужчина с круглым лицом, на котором почти всегда была улыбка. Даже его короткая ежиком стрижка никак не ассоциировала с криминалом. Он всегда был одет немного неряшливо, производил впечатления, неприкаянного, и его даже хотелось пожалеть, рассказывали о нем соседи. Дмитрий Лебедь вырос в небольшом шахтерском городке Абаза, один из трех братьев. Его описывали как тихого, спокойного ребенка и хорошего ученика, над которым, однако, регулярно издевались, даже маленькие дети. Повзрослев, Лебедь с семьей переехал в Абакан, где устроился на работу и женился на своей первой жене. Это продолжалось недолго, так как их отношения быстро испортились, начавшись с крупного скандала летом 2012 года, в результате которого Лебедя выгнали из дома. Мужчина позже пытался вернуться к ним, но его жена так испугалась его, что забрала детей и сбежала в Красноярск, прекратив все контакты с ним. Позже на допросе она рассказала, что в какой-то момент Лебедь душил ее во время ссоры. Позже Дмитрий вступил в гражданский брак со Стеллой Комиссаровой, к которой он относился с гораздо большей любовью, принося ей драгоценности, когда мог, причем Комиссарова не знала, что они принадлежали его жертвам. 19 июня 2012 года 22-летняя Анна Ложкова исчезла с улицы Крылова в нескольких кварталах от высотного дома, в котором жил палач. Несмотря на это, остается только предполагаемой жертвой, поскольку ее тело так и не было найдено. Волонтеры и следователи подозревают, что ее останки могли быть захоронены на мусорной свалке за деревней Бижа, но до сих пор их не нашли. В ночь с 13 на 14 октября Лебедь ужинал в кафе «Анталия» в Абакане, где познакомился с 20-летней женщиной по имени Катей Перекрестенко. Заметив, что она была в нетрезвом состоянии, он предложил заняться с ней половым актом, на что она согласилась. Затем он отвез ее в дом, возле дренажного канала на северной окраине города, где задушил девушку после того, как пара поссорилась. Затем Душегуб выволок тела из дома и бросил его в канал. Тело Перекрестенко было найдено 30 октября, но в то время полиция не смогла установить личность преступника. Лебедь не был связан с этой расправой до 22 года, когда он уже был заключен в тюрьму за другие отнятые жизни и преступления. 6 июня 2015 года 30-летняя Наталья Якова, замужняя мать двоих детей, исчезла с улиц Абакана. Имеется мало информации о ее расправе, но власти обнаружили ее тело через месяц после исчезновения на дороге, соединяющей Абакан и поселок Аскиз. Через неделю после исчезновения Яковой в День России Дмитрий подобрал на дороге 29-летнюю Настю Баргаякову. Она праздновала в кафе со своим мужем и друзьями, но поссорилась со своим супругом и ушла, остановив первую попавшуюся машину, которая, как оказалось, принадлежала Лебедю. Он проехал около 70 км от Абакана, остановившись по пути в магазине, чтобы купить водки, а затем остановился на ферме, где несколько пастухов пасли скот. Предположительно, во время своего получасового пребывания Лебедь принудил девушку к половому акту и позже задушил. Но решил не оставлять ее тело там, так как пастухи очень легко его найдут. Вместо этого он поехал в Аскизский район, где избавился от тела в лесу, среди высокой травы. Началась масштабная поисково-спасательная операция под руководством отца Богоряяковой Виктора Кичиева, бывшего сотрудника милиции, но она не увенчалась успехом. Кичиев, недовольный небрежным отношением властей, которые расследовали это дело, провел собственное расследование, выяснив, что молодые женщины бесследно исчезали из Абакана и окрестностей в течение нескольких лет. Несмотря на его правильное заключение о серийном маньяке, действовавшем в этом районе, его заявления не были восприняты полицией всерьез. Тело его дочери было найдено два с половиной года спустя, в ноябре 2017 года. Ранним утром 2 сентября 2017 года маньяк подобрал 24-летнюю Оксану Литвинову на автобусной остановке. Молодая женщина провела ночь в кафе Арсенальное со своими друзьями, которые расстались с ней после того, как их выгнали из другого такси за то, что у них не было достаточно денег. Свидетель позже сказал, что видел, как она стояла на автобусной остановке, и после того, как она вернулась к окну через несколько минут, она уже ушла, не увидев машину, в которую села девушка. Не сумев вернуться в их общую квартиру, ее младшая сестра Аня начала звонить своей семье и родственникам, так как ее сестра была ответственной и домашней женщиной, которая никогда не засиживалась допоздна. Огромная поисковая группа, получившая название «Добровольцы Хакассии», прочесала каждый дюйм города в поисках любых возможных следов пропавшей Литвиновой, но безуспешно. Три недели спустя, 21 октября, когда они собирались отправиться в близлежащий Минусинск, тело Литвиновой было найдено в лесу Минусинского района. Над ней надругались и задушили, а все ее драгоценности были украдены. Помимо своих жертв Монстр принудил Какту по меньшей мере восемь других женщин. Апрель 2013 принуждает Какту и пытается лишить жизни девятнадцатилетнюю девушку, но терпит неудачу и она убегает. Март 2014 года похищает 28-летнюю девушку, забрав ее из кафе. Лебедь спокойно начал задирать ей юбку. Жертва подыграла ему и попросила снять с нее туфли, которые она затем схватила и начала сопротивляться, успешно отбиваясь от маньяка. На следующий день она вернулась в кафе и просмотрела запись из камер, отметив марку машины, в которую села. Несмотря на ее усилия, уголовное дело возбуждено не было, поскольку нападавший отступил во время нападения. 27 июля 2015 года похищает и принуждает Какту 28-летнюю беременную женщину. После ссоры с мужем она пошла в кафе, а вечером села в машину лебедя. Не желая возвращаться к мужу, она осталась в машине, где болтала о своей жизни с маньяком и пассажирами, которых он подбирал и высаживал. Позже они остановились, чтобы купить пиво, и когда она вышла облегчиться, Мария внезапно почувствовала головокружение и упала в обморок. Когда она пришла в себя, она обнаружила, что монстр лежит на ней и пытается принудить ее к половому акту. В панике она вырвалась из его хватки и побежала к шоссе, где ее подобрали и отвезли домой. На следующий день девушка и ее муж сообщили об инциденте в полицию, но на девушке не было явных синяков, никаких обвинений предъявить не удалось за отсутствием доказательств. Март 2016 года Дмитрий признался, что надругался над еще одной женщиной, но никакой информации по данной ситуации больше нет. Используя навигационную систему, власти обнаружили особенность места преступления Литвиновой. Маршрут совпадал с маршрутом местного таксиста, 32-летнего, Дмитрия Лебедя. В конце концов его нашли в Ломбарде, в Минусинске, где он вместе со своим братом Александром пытался продать золотое кольцо, цепочки и серьги, все вещи, украденные с тела Оксаны Литвиновой. Поняв, что дело закрыто, Лебедь попытался бежать, но был быстро арестован и доставлен на допрос. Хотя он изначально отрицал какую-либо вину и был направлен на психиатрическую экспертизу в учреждении в Красноярске, где его признали вменяемым. Вскоре после возвращения маньяк начал признавать свою вину в преступлениях, показывая следователям места захоронений. По-видимому, он страдает отклонением, при котором испытывает удовольствие только если его партнерша активно сопротивляется. Согласно одному газетному сообщению, он написал статью, в котором назвал 80 имен, предположительно его жертв, заявив, что он начал лишать жизни в возрасте 15 лет. Но это считается обычной тактикой, чтобы задержать расследование и избежать его перевода в колонию. Тем не менее, власти Абакана убеждены, что в будущем, вероятно, будут раскрыты новые дела, которые касаются Дмитрия Лебедя. Сам же Душегуб был обвинен и успешно осужден за 15 преступлений и получил пожизненное заключение, которое он в настоящее время отбывает в колонии строгого режима. В октябре 2022 года Лебедь получил свой пятый обвинительный приговор в связи с расправой на 20-летней Кати Перекрестенко, которая была найдена в Абакане в октябре 2012 года. За это он был приговорен к дополнительным 9 годам тюремного заключения в дополнение к существующему пожизненному заключению. В ходе расследования двум сотрудникам Следственного комитета Республики Хакасии были предъявлены обвинения в преступной халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Причиной этого стали отказы в возбуждении уголовного дела против Лебедя в 2013 и 2014 годах за покушение на жизнь и попытку надругательства. Если бы его судили за эти преступления, жизни некоторых из его жертв можно было бы спасти. Не забудьте поставить лайк и написать свое мнение по данному делу в комментариях.